Всем привет, меня зовут Лёша Халецкий и вы на канале Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь. Я решил окунуться в ретро. Ну, я вот всё постоянно рассказываю про пятую цивилизацию, про стратегии игры, а вообще интересно взглянуть на истоки, вспомнить откуда начиналось. Ну, я немножко поностальгирую, потому что у меня, как и у многих цивилизаторов, знакомство с этой игрой началось именно с первой части. Это была бомба, вообще что-то удивительное из мира игр. Тогда вообще практически каждая игра была родоначальником какого-нибудь жанра. Ну и вот Сиду Мэйру повезло стать дедушкой или отцом жанра симулятора бога. Вообще там всё с популос сначала началось, а вот постепенно он пришёл и к цивилизации. Так, отвлекусь рассказать, что вот на экране вы видите заставку к первой цивилизации. К сожалению, я не нашёл английскую версию, только русифицированную. Хотел показать оригинал, но, видите, есть только русифицированная в 93-м году. Ещё у меня были большие проблемы с тем, чтобы эту игру вообще запустить на Windows 7 и потом сделать захват видео, тоже всякие приключения. Но в итоге всё равно я не смог звук записать из игры. Но на самом деле это небольшая потеря. Как вы понимаете, для игры, выпущенной в 91-м году, звук там не блещет какими-то изысками. Ну, просто приятное дополнение было бы. Жаль, что не получилось. Вот я начал новую игру, и пока идёт заставочный ролик перед игрой, расскажу, как я вообще познакомился с Цивой. Кстати, в комментариях пишите, и как вы дошли до жизни такой. Интересно будет узнать о вашем знакомстве с этой великой игрой. Ну, в общем, в начале 90-х я ходил в компьютерный клуб, который располагался в Жессе нашего микрорайона. И именно в Жессе на первом этаже был первый в моей жизни компьютерный клуб. Но никто его тогда так не называл, говорили, просто пошли в Жесс поиграем. Странно, но вот современные клубы для игрофриков мне не очень нравятся, мне там даже не очень приятно находиться внутри. А вот тот Жесс почему-то вспоминается исключительно с теплотой. И если мне не изменяет память, то час игры за компьютером стоил ровно рубль. Тогда это то ли 91-го, но скорее всего начало 92-го ещё были в обращении советские рубли. И ходил я туда обычно с двумя друзьями, Сашей Сосновским и Андреем Дуличем. Играли либо в Double Dragon, причём проходили эту игру с закрытыми глазами только ради того, чтобы в конце на экране монитора подраться друг с дружкой. Либо играли в Rampage. Такая игра была. Кстати, я с тех пор не видел таких игр, в которых можно было втроём за одним монитором так классно проводить время. Можете хотя бы найти эту игру и посадить рядом с собой двух друзей. Опять прервусь, у нас тут игра начинается. Ну, выберу сложность принц. А, опять же, количество цивилизаций тоже влияет на сложность. Вообще, в игре доступны 14 цивилизаций, распределённые по парам между семью цветами, в которые окрашиваются их города и отряды. Отряды варваров всегда красного цвета. Если варварам удаётся захватить город, он тоже становится красного цвета. И в отличие от некоторых следующих версий игры, в таком случае варвары способны к самостоятельному развитию. Одновременно в игре может присутствовать только одна цивилизация определённого цвета. Вот видите, я выбрал русских, играю за Сталина. Русские белого цвета, значит, против меня не будет играть Рим, который тоже белого цвета. То есть в игре могут присутствовать либо римляне, либо русские. Но при этом, если одна из цивилизаций уничтожена до начала нашей эры, то при наличии места на карте появится поселение с второй цивилизацией этого цвета. Цивилизации не отличались друг от друга доступным набором отрядов и строений, как вот в следующих версиях цивилизации. Различны только их правители, собственно цвет и список наименований для городов. Так что за какую бы цивилизацию вы ни играли, вы будете абсолютно в равных условиях. Как видите, я уже основал свой первый город, Москву. Но я не буду делать какой-то летсплей, вот прямо всю игру показывать от начала до конца. Я буду останавливаться только на самых основных моментах геймплея, который отличает от других цивилизаций и так далее. А пока закончу рассказ про моё знакомство с цивилизацией. И вот в один из дней, играя в какую-то, в одну из этих игр, я заметил, как за соседним компьютером старшеклассник увлечённо двигает какие-то квадратики по монитору в разные стороны. На них было нарисовано что-то непонятное. Лично я смог разобрать, по-моему, только изображение танка. Когда же эти квадратики сталкивались, то один из них взрывался. Большая часть экрана покрыта непроницаемой чернотой, и происходящее настолько меня обескуражило и зачаровало, что запомнилось, как видите, на всю жизнь. В 96-м или 97-м у меня появился первый личный компьютер от родственников наследства, уже тогда древняя 386-ка, на котором стоял красивый безбережный DOS и даже две игры XCOM Terror from the Deep, и... Да, я узнал ту самую игру, в которую так заманчиво играл старшеклассник. Вот он, первый квадрат с непонятным рисунком и окружающей чёрной неизвестностью. Я нажал латинскую букву B и основал первый город. Так, через шесть лет после выхода Sid Meier's Civilization дотянуло свои приятные щупальца и до меня. Почти всё своё свободное время я отдавал игре. Друзья приходили, скучали рядом, а потом шли на улицу играть в лапту. А мне вспомнился тот самый старшеклассник. Понимаете, в том жесе, в том самом компьютерном кабинете не было ни одного цветного монитора. Он играл в Циву на чёрно-белом мониторе. Более того, он не мог делать сейвы. Ну, точнее, может, в процессе игры и мог делать, но сколько он там, час играл или два, он не мог сохранить, чтобы потом вернуться и доиграть незаконченную партию. Ну, больше всего, конечно, поражает, что он играл на чёрно-белом мониторе. Как он нации различал? По градациям серого цвета? А может, просто наугад двигал фишки? В любом случае, поразительно. Но в жесе уже давно нет той комнаты с компьютерами, в которую постоянно, кстати, была очередь из подростков. Можно было час стоять, чтобы поиграть и заплатить рубль. Тому старшекласснику, по идее, сейчас около сорока должно быть. Как думаете, он играет сейчас в пятую цивилизацию? И мониторчик у него поди уже какой-нибудь high-definition, жидкокристаллический. Ладно, вернёмся, собственно, к героине нашего видео, к первой цивилизации. Вообще, конечно, Сид Мейер не сам придумал вот эту замечательную игру. Идея основана на настольных играх Civilization и Advanced Civilization, выпущенных к тому времени в 80-х. Вообще, Сид Мейер Civilization, первая часть, одна из первых игр, для которой было выпущено бумажное руководство по стратегии. Я его, правда, не видел, но вот для второй цивы я бумажное руководство покупал. Тогда уже на русском языке было, нашёл я в нашем книжном магазине. И я понимаю, почему бумажное руководство было выпущено. Потому что, например, исследования, вообще вот я играю, в течение всей игры я вообще не понимал, куда, какое исследование, что ведёт. То есть там можно посмотреть, нажав на правую кнопку мыши. Но самого древа исследований не видно. И что, зачем, почему, тоже мало понятно. Ну и так со многими аспектами игры не очень сразу разбираешься. Кстати, журнал Computer Gaming World включил игру в зал славы и в рейтинге 150 лучших игр всех времён поставил цивилизацию на первое место. А журнал PC Gamer на 11 место в топе 50 лучших игр по оценке читателей. Ну, расписывать достоинства цивилизации, это так странно, потому что, ну это просто легенда. Говорить о том, какая она классная, можно очень-очень долго. Всё, теперь непосредственно к тому, что происходит на экране. Скажу честно, до конца я эту игру не доиграл. Мне стало скучно. Уже было понятно, что я выиграю. Понимаете, тут довольно мало всего происходит. Всё-таки серия прошла долгий путь, и пятая цивилизация, да, собственно, и четвёртая уже так развлекает своего пользователя. Всякие события происходят, всякое что-то новое постоянно. А тут вот приходится как-то своим воображением допридумывать вот нехватку ресурсов, нехватку графики и так далее. Ну, в детстве, вообще, когда эта игра появилась, это была не проблема, потому что, собственно, больше ничего другого и не было. И мне не жалко было проводить время за цивой. А сейчас вот я играл, и юниты медленно двигаются как-то по одному. Вот представьте, первые юниты всего на один квадратик, а карта большая, и пока ещё дойдёшь до следующих соперников. В общем, мне надоело. Я и так считаю, что я победил, вспомнил детство, и как-то возвращаться к этому больше не хочется. Давайте я только остановлюсь на самых интересных особенностях первой цивы. Вот как выглядели города в первой цивилизации. Вот у меня Владимир построил университет, один из моих продвинутых городов. Вот в нём ещё несколько чудес света, Великая Стена, по-моему, Собор Микеланджело, ну и так далее. На этом же экране происходили беспорядки, тут же показывали, если город захватывают. То есть это такой мультяшный экран вашего города, чтобы вы могли красиво увидеть его развитие. Сейчас уже в цивилизации такого нету, потому что она трёхмерная, вы можете просто приблизить мышкой город и на него полюбоваться. А вот главный экран города, в котором, собственно, и происходит менеджмент. На самом деле, немного что изменилось, просто сейчас в пятой цивилизации он более красивый. А так, как видите, вот вверху слева это счастливые и недовольные жители. То есть если недовольных больше, чем счастливых, то начинаются беспорядки. Ресурсы города, всё та же еда в виде колосков пшеницы, тоже производство, только вместо молоточков оно в виде счетов. Дальше вот эти стрелочки, это торговля. Ниже показана, какая отдача на науку, на роскоши, на золото идёт от города. Содержание единиц. Ну и дальше, собственно, тут всё понятно, что написано. Интересно в плане содержания юнитов. Видите, когда город строит военного юнита, то на его содержание отдаётся один щит, то есть один ресурс производства. И если, например, вы построите три юнита, а в городе будет два щита, то один юнит будет уничтожен. Типа его невозможно содержать. Ну и, соответственно, чем больше юнитов город содержит, тем меньше у него производства получается, тем меньше он может строить. Тоже относится к поселенцам, то есть на содержание поселенца мало того, что щит уходит, так ещё и два колоска пищи. То есть, видите, здесь реализована идея содержания юнитов не через золото, а через ресурсы города. Поэтому тут есть такое понятие, как прописка юнита. Я вот его могу построить во Владимире, Владимир его будет содержать, но привезти в Москву и прописать там. Тогда его будет содержать Москва. Муторная, конечно, система. Ну и в центре вы видите обрабатываемые ресурсы городом. Точно так же можно переключать, как и в современных цивилизациях. А вот беспорядки в Москве. Сейчас переключу с производства на артиста, и недовольных станет меньше. То есть у меня будет два артиста против двух недовольных, и беспорядки закончатся. Ну, всё как в современности. То есть ничего не изменилось за 21 год. А это обработанные клетки рядом с одним из моих городов. Несколько городов. Вот видите, ирригация, дороги, шахты. В первых цивилизациях все города были вокруг окружены дорогами, потому что от них не только передвижение, но от них ещё и плюс один к золоту, к торговле. Вообще, я думаю, вы вот смотря на эту карту и не скажете, что за местность. Ну, холмы, наверное, узнаваем, горы, пожалуй, тоже. А вот всё остальное, ну, можно правой кнопкой мыши нажать, и тогда будет объяснено, что за местность. А вот 20 лет назад, ну, конечно, не считалось, что это супер-пупер графика, но все территории узнаваемы были, и казалось, что это всё очень круто нарисовано. Прямо радовался глаз. Всё-таки вот в компьютерных играх прогресс явно идёт семимильными шагами. Жалко, что в других сферах нашей жизни такого не происходит. Так, что дальше? Я тут вам нарезками... А, это вот война, я вам показываю. Видите, как китайцы ставят города? То есть тут нету никаких зон влияния, никаких границ. Можно прям город в соседней клетке с другим городом поставить, что, кстати, китайцы делали, и я их убивал. Вот со мной поговорить хотят, пошли они нафиг. У юнитов три параметра. Нападение, защита и сколько ходов. При фортификации просто защита в два раза увеличивается. Вот, кстати, вот как раз со мной китайцы разговаривают. Вообще, в войнушке тут большое значение рэндом имеет. Абсолютная случайность. Так, например, я своими колесницами нападал, у которого нападение четыре, нападал на фалангу, у которой защита два, и три моих колесницы за раз полегло. А это знаменитое строительство дворца собственного. За ваше мудрое руководство народ вот позволяет вам дворец строить. Это потом перешло во вторую, по-моему, даже в третью часть, а потом уже с четвертой пропало, к сожалению. Вот так выглядит открытие науки. А вот мужик слева – это не кто-то там, а сам, собственно, Сид Мэйр. Это такая шутка разработчиков сделать ученым, показывающим открытие Сида Мэйра. Ну, вот опять, вот, беспорядки в Севастополе, жалко я их не полностью сорел. Вот ведь один недовольный житель, но мы его быстро усмирим артистом. А вот негры до меня добрались. Здесь Лумумба, да? Ну, это, кстати, перевод русский дебильный. У них и столица почему-то в этой русской версии называется Кемерово. Я сомневаюсь, что Лумумба был лидером негров. Да, глянул Википедию. Вообще, нация Зулуса назывались, а лидер у них был Шака. Так что это, опять же, перевод вот такой странный. Вот как выглядит информация по игре, что исследуется. Чудеса света построены. Видите, колосс я у китайцев разрушил, а так все остальные, вроде, все было построено. Ну, кое-что у немцев, кое-что у меня. Два моих города в пятерке лучших городов мира. Кстати, сейчас такой информации нету в цивилизации, жалко. Нельзя лучшие города посмотреть. Ну и развитие. Победить можно было только тремя способами. Отправив в космос ракету, убив все остальные цивилизации, или вот по очкам к концу 2100 года, по-моему. Ну, вот исследованная территория. Вот так общая карта выглядит. Да, я прошу прощения за размытость такую некоторую видео. На самом деле, реальное разрешение игры 320 на 200 пикселей. И я его искусственно в два раза увеличил, то есть 640 на 400. Поэтому вот такой какой-то легкий блур появился. Иначе бы картинка совсем маленькая была. Ну, собственно, на этом вот свой небольшой обзор первой цивилизации я хочу и закончить. Я не думаю, что вам имеет смысл тратить свое время, чтобы, например, поиграть в нее. Если вам интересно, то лучше поиграйте в третью цивилизацию. Потому что, на самом деле, вот в моем представлении, первая, вторая и третья – это развитие одних и тех же идей. А вот уже четвертая и пятая – это такие шаги в сторону. Более... Ну, более другие игры, что ли. И третья – вот имеет более современную графику и так далее. А первая – немножко скучновато. Я хоть и рад был вот вспомнить то время детства, когда я в нее заигрывался. Все-таки тратить на нее несколько часов своей жизни на данный момент уже не так интересно, как раньше, к сожалению. Хотя даже я бы сказал «к счастью», потому что я за прогресс. Взглянуть, с чего начиналось, вы вот можете с помощью моего видео. А так играйте в современные игры. Благо третья, четвертая, пятая цивилизации. Вот в них они разные по своей сути, по своей механике внутренней. Но идея одна вот этого строительства собственной империи. А первая цивилизация вот была такой, отсюда все началось. Вы слышали Лешу Халецкого, смотрели видео на канале «Леша играет». Играйте в цивилизацию, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что досмотрели. Удачи вам!